Да, еще раз здрасте всем. Очень приятно, что вы пришли на стрим. Мы постараемся не орать и, собственно, не особо громко перебивать Ростислава. Да, я постараюсь наоборот говорить разборчивее. Всем привет, кто был сегодня на МДП. Мы вас очень рады видеть, слышать, и МДП было крутым. И кого не было на МДП. Мы тоже очень рады вас слышать и видеть. Особенно рады слышать и видеть тех, кто завтра придет к нам на Sketch Day Moscow, кто задержится на денечек и придет завтра в Папа Вейдер на станцию метро Академической в час дня. Вход бесплатный. Можно будет всем затусить, пообщаться и весело провести время. И сразу скажу в начале нашего стрима, что информации о портфолио Ростислава и ссылочки на Sketch Day Moscow и Sketch Day в Петербурге, Moscow в Санкт-Петербурге, надо было сказать, можно увидеть наверху чата. И также ссылочку на наш канал на YouTube, где будет запись обязательная вчерашнего стрима с Романом Горой, сегодняшний стрим с Ростиславом Загорным. И вообще все стримы, которые мы делаем, мы стараемся всегда выкладывать. Если, конечно, не возникает каких-то форс-мажорных обстоятельств, как это было с одним из стримов. Да. Тут пишет то, что вы выбрали на значении Sketch Day сезон дождей. Дело в том, что Папа Вейдер, во-первых, оно достаточно большое кафе, ну действительно большое. Во-вторых, оно достаточно близко от метро. То есть там от метро идти минут четыре. То есть даже зонт надолго вам не понадобится. И, собственно, как раз когда будет дождь, мы посидим все в уютной обстановке и пообщаемся. Конечно. Когда будет солнце, я у всех выведу на пленэр. То есть рисовать на улицу будем скетчей прочь. Давай уже за двоих выведем тогда уже. Это прям все в свои руки. Тем более Папа Вейдер, оно очень аутентичное место. То есть там все сделано в стиле Звездных войн. Как кабак из Звездных войн как раз. Что из названия совершенно, конечно. Да, что совершенно непонятно. И там есть что рисовать, есть что делать и весело там. А еще там недорого. А еще реклама не была бы проплачена на самом деле. Реклама нифига не была проплачена, просто нам понравилось и мы решили там делать. Ну, блин, нам там выделили второй этаж. Я был бы там завсегдотаем, потому что я очень люблю вселенную Звездных войн. Я бы, чувствую, из такого заведения не вылезал, наверное. Блин, кто это? Я бы вообще про жительства. Звездно в гости в Москву и мы тебя пригласим. Ну, я вот, как сказать, я буду очень недолго в Москве через неделю на пересадке в Домодедово. Два часа. Ну, два часа, да, я боюсь, что мне хватит. Да, чуть-чуть, чуть-чуть не хватит. Да, так. Ну, собственно, про стрим. У нас сегодня будет стрим следующим образом идти. Стандартно, первые 25 минут. Скучные, длинные вопросы. В общем, вопросы не длинные, ответы длинные на них. Про историю, жизнь и всё остальное. Потом раскладка в фотошопе по слоям, собственно, нескольких работ. Ростислав покажет, как он там от скетча доходит до финала. Плюс он будет ещё у нас на стиме рисовать. И в конце, в самом конце, небольшой разбор работ. Мы попросили сделать именно небольшой, то есть даже меньше, чем Рома Гуру вчера делал. Просто для того, чтобы удовлетворить, скажем так, желание некоторых людей, которые выкладывали свои работы и не попали во вчерашний стрим. Это будет уже в конце. Так, ну, собственно, первый вопрос у нас всегда стандартный. Расскажи про себя, как докатился до жизни такой, когда начал рисовать, когда начал этим зарабатывать. Что тебя привело? Что тебя привело? Рассказать, не знаю, себе. Меня зовут Ростислав. Я по знаку зодиака дева. Я не привлекался, замечен не был, не нарушал. Я родом с печально известного Донбасса, из городка Славянска. Сейчас живу в Киеве последние лет семь, наверное. Вот, что ещё? Рисовать я начал совершенно случайно, на самом-то деле. До этого я занимался фотографиями, что-то там пробовал в дизайне. У меня, честно говоря, совершенно не получалось. Я спустя какое-то количество времени просто это дело бросил. Понял, что дизайнером мне, к сожалению, наверное, не быть. Или, к счастью, уже как сейчас показывает время. Когда-то, на самом деле, я совершенно случайно наткнулся на Ютубе на записи спид-пейнтинга. Я не помню даже каких художников. Я просто так удивился. Я посмотрел и думаю, вау, нифига себе, люди умеют, рисуют. Это как-то с планшетом, наверное. Я решил просто ради интереса попробовать. Мне как раз предложили дешёвый бэушный планшет, царапалку вакуумовскую. И, кстати, вот он сейчас у меня до сих пор на столе и стоит. Потому что у меня в основном хорошие планшеты стоят на работе. Я к ним привык. И всё время поэтому меня жаба давит купить себе что-то ещё и домой. Учитывая то, что дома я рисую меньше, чем на работе. И вот так вот и понеслось. Я просто сидел, 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 рисовал, рисовал, рисовал. В сумме я рисую, наверное, около трёх лет. Может, чуть меньше или чуть больше. Нет, ну, в среднем возьмём три года, наверное. Учился сам, просто рисуя каждый день. Пролистывая тонны арта какого-то. Мониторяя сеть в поисках работ художников. Ну, вот как-то вот так вот и дошёл. До того, что есть. Попал я, ну, касаемо того, что когда начал зарабатывать. В принципе, попал я сначала... Ну, первый у меня опыт был. Я попал, как и многие, собственно, художники. Ну, которые начинают что-то зарабатывать тем неблагодарным делом. Я попал в казуальный геймдев. Вот. У меня тогда стажа вообще, наверное, не было совершенно никакого. У меня там в портфолио было каких-то три рисунка. Вот. Но они понравились там HR-ам как-то. Вот. И я загремел вот на тех, кто сталкивался там на отрисовке всяких там зумов, няшных разноцветных локаций, каких-то рыбок, зайчиков, котиков. Меня это совершенно все не привлекало. Мне это жутко не нравилось. Но выбирать особо было не из чего. Поэтому как-то вот я на работе сидя делал то, что требовалось по работе. А когда возвращался домой, я заново приходил, открывал фотошоп и старался рисовать то, что нравится мне. Поэтому, собственно, у меня в среднем где-то года полтора подряд был режим рисования. В среднем, наверное, часов 15, если не больше, в сутки. Каждый день просто без остановок, можно сказать. То есть рисуешь на работе и рисуешь дома. Потом оттуда меня позвали концепт-художником в контору, которая занимается пост-продакшеном кино. Она работает, в принципе, там частично с Голливудом, частично работала с Россией, но больше была ориентирована все-таки на западного заказчика. Там я, в принципе, научился еще рисовать текстуры для 3D-моделей. Совсем минимально что-то очень, простите за слово, по-лоховски, так что-то там моделить, подмоделивать, с целью того, чтобы потом вот это обрисовать. Потому что я не моделер совершенно, я ничего там не понимаю, я не знаю, что такое там полигонаж и прочие страшные термины. Ну и вот последнее, собственно, оттуда. Потом меня пригласили работать в Fogames. Есть такая достаточно известная компания. Ну вот, как-то вот так вот, такой вот путь на данный момент. Где я буду дальше, я не знаю. Круто. Слушай, тебя просят выключить торрент, потому что, возможно, из-за него подлагивает звук. Не, у меня тут все вырублено, у меня пусто. А, вырублено, окей, тогда все, тогда все окей. Так, ну хорошо, расскажи про, собственно, свои первые заказы. Ты же по фрилансу тоже работаешь активно. Можешь рассказать про фриланс что-нибудь? По фрилансу, на самом деле, я не могу сказать, что я работаю активно. Как-то вот, как-то так получается, что мне намного проще понимать рабочие задачи, когда, ну, непосредственно я нахожусь в офисе, когда мой либо лид, либо там гендиск, но находится рядом. Мне гораздо проще, ну, взаимодействовать тогда с людьми, вносить какие-то оправки в рисунки и прочее. Вот, первые, в принципе, заказы по фрилансу, ну, они тоже были, когда я работал еще в постпродакшене, обычно это были мейтпейтинги для кино. Как бы меня, в принципе, во многом выручало на начальных этапах то, что я до этого, ну, достаточно много лет отдал фотошопу. Ну, вот, и я уже во многом обладал необходимыми для этого навыками. А так, именно, вот, заказы по рисованию, ну, я, в принципе, стал их брать изредка, может быть, только, ну, последний, ну, год, может быть, год, или даже чуть меньше, вот, потому что, как бы, ну, у меня все хорошо с чувством скромности, мне все время казалось, что я недостоин делать того, чтобы делать что-то за деньги, тра-та-та. Вот, потом я понял, что достоин, вот, но, тем не менее, как бы, заказчики тоже есть разные, и в силу того, что мне иногда тяжело бывает, ну, понять, что хочет человек, когда он находится не рядом со мной, иногда просто я бывал, что и отказывался, ну, как бы, стандартный процесс. Понятно. Хорошо, окейшки, ты говорил, что учился сам, а на чем учился, условно говоря, у каких художников, у каких крутанов, кем вдохновлялся и так далее? В принципе, их достаточно много, вот, я, когда пришел работать в тот самый печально известный казуальный геймдев, я открыл для себя, там, CG Hub, как бы, тогда, вот, ну, и, собственно, как бы, те крутые чуваки, которые сейчас крутые, они были крутые тогда, то есть, я смотрел, там, сразу же на Запату, там, на того же Дэйва Рапозу, на Фэн Джу, там, на Кучиару, как бы, вот, и, в принципе, они точно так же, ну, в авторитетах для меня и остались. Единственный момент в том, что, как бы, ну, я не стараюсь, как бы, и не старался, там, кого-то копировать из них, там, приходить, хотя иногда очень хотелось тоже знать, ну, как бы, я думаю, что многие через это проходят, многим хочется сделать что-нибудь, там, вот, как у крутого чувака, например, но я потом просто заметил, что все равно, как бы, копировать особо не получается, я стал идти попытки, потому что, ну, даже если в случае успеха, я так рассудил, ну, ты станешь всего лишь, там, вторым Рапозой, например, и всегда про тебя будут говорить, что, ну, это вот тот чувак, который рисует как Рапоза, поэтому как-то лучше просто сидеть себе, качать скиллы, рисовать то, что нравится тебе, и рано или поздно, мне кажется, ты выйдешь на, вот, свой узнаваемый стиль, на свой почерк, вот так вот как-то. Это мнение, кстати, уже не один ты высказываешь, а уже много художников подряд именно поддерживается, что не копировать, а именно брать от каждого свое. Отлично. Этогично. Да, безусловно. Так, ну что, пошли дальше по вопросам? Да, поехали. Так, смотри, что у нас еще здесь в интервью, ну, про себя ты рассказал, про Крутанов рассказал, про стиль рассказал, про работу, да, в принципе, из таких вещей... Ну, я могу вопрос задать такой небольшой. Вот есть разница, когда ты тогда приходил в индустрию, вот сейчас, ты бы сейчас, как это, ну, устраивался, допустим, на работу, потому что наши ребята в чатике говорят, что, о, у всех так легко, захотел рисовать, там меня увидели, я пришел, работал и устроился, и вот я рисую. Да нет, на самом деле, это нелегко абсолютно, вот, потому что, в принципе, с первым шагом в этой казуальной геймдев индустрии, ну, мне во многом, можно сказать, повезло, но мне, как бы, просто повезло, видимо, потому что, возможно, в тот момент или не хватало людей, или брали, в принципе, ну, уже там, кого попало, там, туда брали просто очень много людей, как бы, а те, кто не справлялся, они отсеивались сами. Ну, то есть, как бы, такой живой проходняк, живой конвейер, как бы, такого очень много в казуальном, собственно, игрострое. Вот, а так, по поводу того, что повезло, устроился, заметили, ну, как бы, замечаю, только по работам, поэтому, как бы, у меня рецепт только один, я могу поставить, просто как можно больше задротить, и все. То есть, как я упоминал, я полтора года практически просто не вставал из-за компа, просто не вставал. Изи! Изи, да, просто будьте задротами, и все у вас получится, ну, в хорошем смысле. Удачливый задрот. Да, честно, я считаю, что задротство – это самый главный фактор. Ну, и, наверное, любовь к делу, конечно. Ну, безусловно, на самом деле, как бы, ну, если ты не любишь то, что ты пытаешься делать, это никогда у тебя хорошо и не получится. Да ты просто не сможешь сидеть на попе ровной и рисовать, 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 если честно. Ну, мне кажется. То есть, я, например, дико завидую многим азиатам, например, да, вот они известны своими чугунными задницами, когда они могут, там, сесть и одну картинку, там, пилить, просто, я не знаю, там, месяц, там, вырисовывать, там, при ростовом портрете, там, поры, там, на носу где-то, вот. Меня пока что на такое не хватает, но, опять же, то есть, я думаю, что если бы эти люди не любили то, что они делают, то они бы не были исключением и тоже они бы так много времени этому не отдавали. Ну да, безусловно. Тут вопрос был из чата про вчерашний стрим, то, что там половина стрима не записался. Ребят, всё восстановили. Во-первых, восстановили предыдущий стрим с Александром Немовым благодаря трём людям, благодаря, во-первых, поддержке Hitbox, во-вторых, благодаря чуваку по имени Антона Сохин, извините, могу перепутать фамилию, которую мне написал, и подсказал, собственно, как скачать то, что, в общем, удалилось непосредственно с Hitbox'а. И, собственно, все стримы будут полноценными, я их буду выкладывать по мере рендера. То есть, когда у меня будет дорендериваться, я их буду выкладывать, надеюсь, там, раз в день по куску, в общем. А чтобы знать, когда видео появилось на YouTube, проще всего подписаться на наш канал. На наш канал, да. И ещё, пожалуйста, в чатике здесь можете отписаться, если кто-то завтра придёт на нашу встречу. Просто поставьте там галочку или что-нибудь ещё, чтобы Алиса знала, и мы просто примерно рассчитали количество людей, которые завтра ожидать, если кто-то из чата вот идёт. Слушай, все мои вопросы на сегодня просто собрал себе. Ну ладно. Я бы, кстати, молчать. Неправда. Ты мне прислала фотографию, что у тебя там есть на стрим. Можешь её прислать, кстати, в чатик, поэтому все поймут, что Алисе сегодня хорошо вечером. Я сегодня сдала часть этой дипломной практики. Я на самом деле просто, как ты вчера смотрела на горы, я сегодня смотрю на Ростислава на горы и смотрю, как он прекрасно рисует. Мне просто очень интересно, как работа из таких вроде простых деталей, элементов в конечном итоге превращается в нечто волшебное. Я всё время опускаю момент, когда вот оно уже оп и превратилось. Я поэтому сейчас внимательно и бдительно слежу с процессом. Ну если же за тщетиком, конечно же. Поэтому думаем, давай, к следующему вопросу переходим. Переходим к следующему вопросу. Вопрос это, в принципе, стандартный, но мне его задавали в личку, пять вопросов было. Будет ли Ростислав, в скобочках, в будущем вести какие-то свои курсы или учить людей? Возможно. Я, честно говоря, пока об этом ещё не думал. Но вполне возможно, что буду. Мне просто, ну, сейчас есть некоторые, как сказать... Ну сейчас просто, грубо говоря, немножко занят. У меня там сейчас переезды, некоторые жизненные вопросы, которые необходимо порешать. Я думаю, что мне уйдёт на это несколько месяцев, когда у меня всё это счастье устаканится. Я обязательно о чём-то вспомню. Возможно, что-то действительно организую. То есть, наверное, даже это будет, ну, как бы, опять же, не с целью, может, даже заработать денег или чего-то в этом роде. То есть мне просто, наверное, для начала будет просто по фану. Мне интересно вообще, как это. Вот как-то так, наверное. Алло, Алло. Да, алло, что-то пропали. Так, у нас, да, маленький глюк возник, и поэтому мы резко пропали. Так, ребята, у нас не сбился звук. Вы нас всё ещё слышите, надеюсь? Я думаю, да. Спрашивают про встречу завтра до 12.40 на академической в центре зала. Кейт Фокс писала, страшно идти. Кейт Фокс, не пугайся, мы не кусаемся. Я вообще не говорила, я всех буду, ну, ладно, не тискать, не обещаю, что всех, если только вы мне очень понравитесь, но вообще, да. Алиса любит тискать людей, откройте. Я не люблю, когда меня тискать. Вот, это так стало. Давай. Короче. Так, следующий, 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 следующий вопрос. Хотя, я не знаю, задавайте его, или можно перейти к раскладке по слоям? Да, как бы я тут в процессе чего-то раскладываю, так что давайте общаться, если это не нарушает планов, как бы. Да, вообще ни разу. У нас вообще свободные стримы, делаем, что хотим, как там комфортно, как приглашение на экран. Это чудесно. Сегодня у нас не очень образовательный стрим, у нас такой больше, скажем так, я не могу сказать, что он расслабонистый, но сегодня немножечко посвободнее, чем остальные стримы. Давай, если можно, сделаем раскладку по слоям, очень интересно, возьми, если ты можешь взять какую-то работу. Ну, не обязательно ту, которую ты сейчас используешь, какой-нибудь просто, и показать отначально. Сейчас надо порыться, я послал, у меня много из работ висят на рабочем компе, я сейчас посмотрю, что у меня есть дома. Такого, чтобы не очень стыдно было показать. Сейчас, одну секунду. Слушай, нам пишут, что ведущие вы залезли в колодец. Ребят, нас действительно слышно с эхом. Что, все так серьезно? Ребят, если плохо слышно, то мы сейчас еще раз сделаем все заново. Сейчас, тогда секундочку. Главное, что это самое хорошо. Да. Давайте я сделаю. Сейчас я перезагружу скайп, потому что это должно быть хорошо. Сейчас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Да-да. Да, а теперь, ребят, скажите, если ехать и сейчас. Тот момент, когда на сфере можно просто посмотреть, как даже не рисуем. Да, без лишних слов, как бы, ненужных комментариев. Сейчас я посмотрю просто, если у меня, да. У меня что-то, как выяснилось, у меня дома валяется вообще всякий трэш, как бы, которому там по два с лишним года, который мне показывать как-то неловко. Но сейчас я вроде бы на флешке нашел какой-то из своих фрилансов. Сейчас, если он нормально у меня откроется, я, может быть, там его поклацаю по слоям. Так, тут нам пишут, что еще глубже залезли, да? Еще глубже? Так, тогда знаешь, что мы сейчас делаем? Нажимаем кнопочку Stop Stream. Мы перезагрузим все, и ты тоже скайп. И после этого сначала созвон, а потом немножко кнопочку Стоп Stream. Хорошо. Так, ну, я надеюсь, что будет получше. Да, у меня, к сожалению, ни черта совершенно нет на этом компьютере. Мне очень стыдно, вот, но... У меня просто банально нет PSD-шников. То есть у меня остались какие-то старые рисуночки, я их для памяти, для фана их храню, как бы, вот. Но PSD-шников у меня к ним просто не осталось. Так, ну, должно заработать, я думаю, стрим. Господа, скажите, слышно ли нас из колодца или нет? Да, пожалуйста. На самом деле все просто пошли сейчас смотреть матч России-США. Сегодня, по-моему, полуфинал, если не ошибаюсь, хоккейный. И все такие, ну, окей, ладно, все, пойдемте. Мы разойдемся, пошли смотреть. Окей. Теперь все отлично, пишут, ура. О, да, все хорошо, хорошо. Окей, ура. Это безумно рад. Да, я тоже безумно рад. На самом деле, надеюсь, у нас такого сбоя больше не будет. Вот. А сбой был из-за того, что у нас вырубилась скайп-конфа, и он просто ее программно не смог подгрузить в ОБС. Вот из-за чего это возникло. Так, ну, кстати говоря, конфа почему исчезла, непонятно. Давай так, вот ты сейчас арт, который ты рисуешь, раз уж ты сказал, что у тебя нет PSD-шников никаких, то арт, который ты рисуешь, ты сейчас с нулевого, ну, грубо говоря, с самого первого слоя покажешь. Да, это почему-то просто. Откатись, покажи, как ты начинал работу, что ты делал для этого, как ты ее проанализировал, как ты дошел до того, что ты сейчас делаешь. Окей. Как я дошел до того, что делаю? Сначала, в общем, это был дико примитивный вот какой-то скетчик. То есть, вот просто было набито что-то пятнышками. Я так часто на самом деле делаю, чтобы уловить, ну, хотя бы минимальное сходство, ну, хоть на что-то похожее. Вот. И так, когда поймается хоть какое-то первичное настроение, я могу начать делать что-то дальше. То есть, обычно, когда я делаю какие-то вот коллажики, там, или фотобаши, или оверпейнты, потом, допустим, на поверх, там, фотобаши какого-то, я обычно всегда начинаю с неба. Ну, как бы, потому что небо у нас, как правило, все равно это, ну, если мы рисуем, например, какой-то ландшафт, вот, небо в любом случае это главный источник света, оно задает температуру, оно задает настроение, как бы, своим светом, цветом и прочее, и прочее. Поэтому, как бы, ну, я считаю, на самом деле, наверное, самым главным, в первую очередь, элементом. Потом я нашел просто подходящую фоточку горы, которая мне понравилась, это, как бы, ну, работа для себя, поэтому я смело, как бы, ну, она не коммерческая, я смело вытащил что-то из Гугла, Гугл всем помогает, я знаю, спасибо разработчикам. Вот, далее, так, что я здесь сделал? Я понял, что, ну, захотел добавить здесь какой-то равнинки, какой-то плоскости, да, собственно, вот, я сделал первичную какую-то обрисовочку дальше, то есть, потому что, ну, оставлять гору в том виде, в каком она сейчас можно, но хочется что-то поинтереснее. Вот, поэтому можно ее свободно дальше рисовать-рисовать, я скопировал ее через Ctrl-C, Ctrl-V, немножко исказил, сделал и какую-то уже более правильную геометрическую форму. Теперь это, возможно, будет даже уже не совсем гора, или, возможно, это будет что-то интегрированное в гору. Далее, вот здесь есть такой кусочек, который сливается, мне захотелось его оторвать, оторвать его можно вот таким вот образом. То есть, как я это сделал? Ну, как бы старым банальным дедовским способом, просто вот аккуратненько, обычным лассо, ну, я сейчас так быстро просто схематично накидаю. И просто вот так вот аккуратненько его спрессировал. Ну, как бы помним, что да, если у нас там пасмурная или туманная погодка, как бы, то дальний план у нас, как правило, всегда менее контрастный, вот, нежели там передний. И вот таким вот макаром у нас получается, бац, уже какой-то отрывчик. Ну, то есть ты так именно плановость задаешь? Да, возможно, да. В данном случае вот здесь плановость на Уралу так задается. Так, что еще есть? Ну, вот тут я нарисовал каких-то два лучика света. Возможно, потом, кстати, их видно и не будет. Это, скажем так, ну, на первичном этапе сборки картинки обычно это просто банальная игра с элементами, с пятнами, с источниками света, вот как-то. Да, я люблю Volume Lighting, да, я его люблю. Так, далее. Решил я сделать как что-нибудь техногенное в этой игре. Как я уже говорил, собственно, я совсем минимально могу сделать какую-то банальную примитивную 3D-геометрию, с целью потом ее обрисовать, как бы, вот, и не более того. Поэтому, как бы, я сделал вот такую вот штуку, как, ну, те, кто, как бы, здесь сидят, наверняка, люди, да, которые посильнее меня в моделинге, вот. И они видят, что здесь очень примитивные объекты. Ну, вот просто кружок-кружок, планка-планка, там какой-то эджик потянул, там цилиндрик-цилиндрик, ну, вот и все. Если чуть-чуть отъехать подальше, это, в принципе, уже похоже на, ну, какой-то сайфайный элемент, я даже не знаю. Я ее подавинал по цвету к горе. Собственно, кстати, спасибо Марк Колобаев за инструмент Match Color, я впервые от него услышал про то, что он существует. До этого я всю жизнь все крутил руками, там, через saturation, через кривые, через color balance, вот. Match Color, оказывается, отлично вообще облегчает жизнь, я очень этому удивился. Далее, мне понравилась, собственно, нравится вот на этой горе какая-то вот ее фактурка, ну, вот такая, да, ступенечки такие. Вот, я сейчас просто решил ее немножко дорисовать, и, возможно, из этого выйдет что-то поинтереснее, ну, то есть сделать более, наверное, какой-то заметной. Она, мне кажется, так будет более инопланетно выглядеть, что ли. Так, дальше, нам понадобится какой-то первый план. Ага, это пока не нужно. Я, как фанат края льва, хочу поменять немножко угол с наклоном скалы. Да, да, и там кого-то с львенцем поставить, да? Посадить львенка. Нет, 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 там просто будет киберобезьяна кидать в толпу бизонов, там, или чего-то. Львенка начиненного, там, не знаю, плупония. Взрывчаткой. Взрывчаткой. Отлично. Да, и вот пока теперь двигается, как двигается. Я планирую сюда еще потом добавить, как бы, каких-то элементов, и надеюсь, что у меня получится что-то более-менее вменяемое, интересное. Я не гарантирую, что тут что-то будет в итоге шедевральное, потому что, как правило, когда я рисую, вот просто для себя, вот, настроение, я никогда, как правило, до конца даже не знаю, собственно, что же я рисую такого. Поэтому, как бы, я могу начать, там, рисовать космический корабль, а в конце это превратиться, там, в какую-нибудь пятиногую обезьяну, там, с лазерным пистолетом, я не знаю. Так, на самом деле, было с очень большим процентом моих рисунков, вот, которые изначально задумывались как нечто, что-то вообще совершенно другое, как связанное с тем, что получилось в конце. Понятно. Да, получилось, ну, как всегда, что-то... Да-да-да. Кейт Фокс пишет, что мне эти трубы напоминают Титаник. Так что, возможно, возможно, да, то, что это корабль, который застрял. Хорошо, ну, все поняли, короче, Ди Каприо вот здесь вот, да, вот это вот всё. Да. Ну, в общем, да. Да, и в Нью туда. У-ху! На скале, в общем, в результате должен кто-нибудь. Да, там кто-то должен стоять. Если там не Симба должен стоять, то хотя бы Ди Каприо какой-нибудь. Хотя бы Ди Каприо, да. Он, конечно, не конкуренция Симбе, но... Да, ещё из чата Женя Нестеренко пишет, что ничего себе, меня узнали. На самом деле, я всех узнал, просто меня ругают тысячу раз за то, что я здороваюсь со всеми, поэтому я теперь ни с кем не здороваюсь. Хнык-хнык. Не запретить. Я здорово. Не каждого попасть не заведена просто, да, там... Да, на каждого заведено дело. Вот. Окешки. Кстати, у тебя, если смотреть твои работы, у тебя приблизительно поровну, то есть и арт, ну, то есть чистое рисование, и там фотобаш. Да. Скажи, пожалуйста, вообще, в принципе, сам больше что любишь или по настроению? На самом деле, по настроению, вот. Мне тяжело даже определиться. Мне очень нравится, собственно, вот, ну, рисовать чисто кистями. Мне хочется достичь, вот там вообще, в принципе, техники какого-то, ну, если не гиперреализма, то хотя бы, там, соцреализма какого-то максимально приближённого к реализации. То есть, мне хочется рисовать фантастику, но так, но в такой технике, чтобы она казалась настоящей, то есть фотографичной. Вот, я думаю, что к этому я ещё буду очень много лет идти. Ну, да ничего, я постараюсь, как бы, вот. И в то же время, собственно, вот, фотобашинг, ну, он мне просто нравится. Наверное, это дань тому времени, когда я просто сам, вот, ковырял фотошоп, пытаюсь с ним как-то разобраться. Ну, и опять же, это дань работе в постпродакшене, в мейтпейтинге, вот, тоже. Мне это нравится, я не могу, я не могу это бросить. Вот такие вот у меня с ним непростые отношения, да. Ты больше работаешь в таком постапокалипсисе с sci-fi и, в общем, всё такое, да? То есть, я у тебя фэнтезиатина, по крайней мере, не видел. Да, кстати, вот с фэнтезиатиной как-то у меня пока не очень складывается, но, возможно, сложится получше потом, потому что, ну, фэнтезиатина, в моём понимании, ну, тема просто, вот, ну, стандартных, ну, там, драконов или няшных эльфиек в бронелифчиках, ну, как-то, не знаю, она, честно говоря, надоела. То есть, я это, как бы, особо не рисовал, но если, допустим, взятили на тот же самый арт-стейшн, большую часть арта можно разделить на, вот, на несколько категорий, среди которых обязательно большой, ну, в одной из первых мест будет занимать это няшные вот эльфиечки в бронелифчиках. Ну, и же с ними, как бы, вот, поэтому мне интересно было бы рисовать, наверное, фэнтези, вот, но это, опять же, должно быть какое-то гиперреалистичное, наверное, фэнтези, вот, с какими-то интересными сюжетами, вот, и у меня пока, я не чувствую, что у меня хватает пока техники нарисовать это так, чтобы мне понравилось. Поэтому, как бы, я тихонько плачу, я стараюсь работать над своими навыками, и, возможно, когда-нибудь появится у меня в портфолио фэнтези, за которое мне будет не стыдно. Прикольно. Слушай, а тут был уже такой вопрос в части, извини, пожалуйста, что это, ну, ты говорил, ты полтора года, там, условно говоря, по-задротски сидел и рисовал, а ты, получается, не работал, ничего, просто сидел, тягачил. Я работал, я же говорил, как бы, вот, я работал в казуальном геймдере, работал 8 часов в день, а потом я приходил домой, ужинал, открывал фотошоп и рисовал то, что нравится мне. То есть, вот так вот, как бы, 15 часов рисования, ну, 12-15 часов рисования в сутки, это работа плюс то, что я рисовал дома. Это прям трустория, на самом деле, мне она очень знакома. Так, что еще у нас тут было из интересного? Так, да, ну, у нас, в принципе, уже сейчас идет флешмоб, который Рому Гуру задал, про флешмоб не буду просить тебя делать. А скажи, пожалуйста, баз реф серии Pinterest, что набирал, как, что? Вообще, периодически набираю, как бы, вот, но набираю случайно, случайным порядком. Более того, мне иногда есть такая еще проблема, мне не всегда получается себя заставить, ну, приучить себя с ними работать. То есть, иногда бывает такое состояние, когда вот у тебя есть дикое нетерпение что-то нарисовать, и у тебя просто не хватает терпения вдумчиво успокоиться, там, не знаю, покурить, заварить чай, выпить, там, не знаю, там, выпить сладкого чая, съесть французских булок, там, не знаю, подобрать себе референсы, прикинуть перспективы, там, и в итоге что-то наваять. У меня часто на это не хватает терпения, поэтому я сажусь и просто сразу фигачу, что получается. Это, на самом деле, не очень хорошо, и, опять же, я стараюсь над этим работать. Референсы, да, набираю. Обычно это, в принципе, или просто Google по интересующим меня запросам. Вот, это могут быть скриншоты из фильмов, очень часто в фильмах бывают очень красивые сцены, как бы, которые можно себе скопировать, а потом просто основываясь на них, нарисовать, например, другой сюжет какой-нибудь совершенно. Там спрашивали про манеру рисования, интересный вопрос был, то, что, ну, там назвали стиль обмазывающим, и сказали, долго ли учился такой манере рисования. Скопировал, кстати, да, скопировал ли ты с кого-то манеру рисования, или вот ты просто набрал там и вот... Нет, не копировал, просто, как бы, ну, я просто очень много смотрю, в том числе и классической живописи. Я вообще преклоняюсь, на самом деле, вот перед, там, художниками, там, 16-й, там, 18-й век. Вот, и, как бы, во многих работах видна именно вот мазковая техника. Она мне просто нравится, у меня к ней лежит душа, вот, и я хочу, как бы, ну, стать в ней хорошим специалистом. Тут вопрос очень полезный, мне тоже интересно, что ответы. Казуалка тебе помогла, вот эта работа в казуалке что-нибудь научила? Ну, лично в моем случае, если честно, вот, она меня только, как бы, я могу сказать ей спасибо за то, что я там просто, как бы, ну, познакомился с несколькими хорошими людьми, которых, как бы, ну, люблю, уважаю. Вот, и в целом, скажем так, она мне просто дала возможность, ну, зарабатывать на жизнь в то время, как я, как бы, ну, качал свои скиллы. Вот как-то так. В техническом плане, на самом деле, нет. Я, когда начинал рисовать свое, я старался жутко отбиваться ногами от тех техник, которые, ну, которые мучат в казуальном генделье. По крайней мере, это так, как было в нашей организации, вот, потому что, когда я только пришел, у меня опыта, как бы, рисования не было. И там, как бы, ну, типа, лид-художники рассказывали, вот, как нужно рисовать. Они там рассказывали теорию, там, прочее, прочее. Ну, то есть, вот, у них, как бы, во многих казуальных играх есть очень забавная, как бы, ну, своих, как бы это так назвать, корпоративная техника, что ли, я не знаю. То есть, чаще всего это все должно быть очень насыщенным, очень контрастным. Теплые света, холодные тени, то есть, там, закатное оранжевое солнышко, при этом синие тени где-нибудь, там, не знаю, в углах. Ну, то есть, вот, все такое-такое. Мне, допустим, рассказывали, что по физике, значит, если, допустим, у тебя стоит перед тобой кубик, и на него светит контровой свет, то там обязательно будут светлые грани, которые ближе к тебе. Вот, а на дальней грани всегда будет там, ну, она будет на порядок, ну, ярче всего остального. Вот, ну, то есть, грубо говоря, вот сейчас я даже так добросаю, наверное, так будет понятнее к моим комментам, что я имею в виду. То есть, вот у нас там, грубо говоря, есть вот какой-нибудь объектик, вот сейчас я на другом слое его сделаю, сейчас тут понарисовываю поверх своего, потом не... Вот, у нас там стоит, например, какой-то кубичек, на который там что-нибудь светит. Вот откуда-нибудь оттуда, например. Кстати, тут и пока ты объясняешь, тебя потом можно будет попросить ПСД скинуть нашим прекрасным слушателям, чтобы они посмотрели, как ты это сделал, им любопытно все. Вот этой вот картинке, которую сейчас сделаю? Да, если не трудно. Да, без проблем, жалко что. Отлично. Просто прекрасно. Так, ну, рассказывай дальше. Например, на него там светит какой-нибудь контровичок, вот, ну, вот оттуда, вот из этого места. Вот, и мне вот объясняли, что вот при таком освещении всегда будет там вот ярко выделена вот эта вот грань. Вот она будет вот такая. Обязательно их вот так вот нужно выделять. А та будет вообще самая яркая. Как бы, ну, то есть все эти техники, они используются, да, вот в казуальных игрушечках. Вот, но когда просто, вот, ну, я, естественно, я так делал, а потом просто не мог понять, почему. Я сижу дома, пытаюсь рисовать что-нибудь свое. Ну, там, не знаю, космический корабль, да, или там какого-нибудь монстра. И не мог понять, почему я, когда я вроде бы рисую серьезную тематику, а у меня все получается такое сказочное, прям, что капец. Вот, и в итоге, как бы, ну, стало просто понятно, что, во-первых, как бы цвета, когда ты привыкаешь рисовать все время на контрасте одних и тех же теплых и холодных оттенков, это может не сильно, скажем, ну, это может противоречить самой атмосферой того, что ты рисуешь. То есть, грубо говоря, если тебе нужно нарисовать какую-то жуткую кровавую тварь, рисовать ее в розово-красно-оранжевых там тонах, но это немного будет неверно для, в целом, цветового восприятия картинки. Вот, и точно так же я не мог понять, почему, допустим, если я рисую космический корабль, соблюдая вот все те правила техники рисования, которые мне дали там, он у меня получается, ну, каким-то плоским, ну, вот необъемный, он не выглядит настоящим совершенно. Потом я просто догадался, я взял вот обыкновенный кубик какой-нибудь, не знаю, там, кубик Рубика, дождался за окном заката, поставил его на подоконник и на него посмотрел. Я очень удивился, когда увидел, что на самом деле в жизни вот нет вот этих вот граней, не светятся они так, и вот этих здесь так нет, и переходы они другие, как бы совершенно. То есть, если человек любит рисовать именно в сказочной и казуальной технике, ну, есть люди, которые любят рисовать сказки, да, без проблем, отлично им все это подойдет. Но, как бы, учитывая то, что хотел рисовать я, я понял, что это несовместимо, как бы, ну, с тем, что хочу рисовать я. Поэтому я прилагал очень большие усилия к тому, чтобы, ну, не подсесть на вот эту вот технику. Поэтому мне, в принципе, было проще переучиться. А так, в принципе, я с той работы знал немало художников, которые просто настолько в этой технике погрязли, что они уже даже и не пытались что-то, ну, в своей работе менять. Просто смирились, скажем так. Интересный ответ. Кстати, а у тебя, получается, было так, что ты работал в геймдиве, работал, качал скилл, потом сказал, да, пошли вы, ребята, я сваливаю, и все. Вот так вот было, да? Превосходно, да. Превосходно. Да, кстати, люди, с которыми ты работал, оценили потом твои достижения, потому что ты достаточно известным стал. Сколько так твои работы очень везде мелькают. Ну, возможно, оценили, как бы, вот. Но я с немногими людьми оттуда общаюсь. То есть, ну, наверное, оценили, не знаю, то есть. Да, кстати, тут тоже был вопрос, извините, я не пропустил, я просто по очереди стараюсь задавать. А какие работы тебе помогли устроить фиказуалку? Есть ли и картинки, вот те, с которыми ты в фиказуалку пришел, и какой скилл был тогда? Я сейчас поищу приблизительно, что... Ну, если нетрудно, да. Людям интересно. Сейчас, сейчас, может, что-то у меня здесь должно быть. Более того, я сейчас покопаюсь, у меня, оказывается, где-то во ВКонтакте висел мой самый-самый первый рисунок на планшете. Вообще самый первый. Ого, даже так? Я открою его для ржаки, как бы, вот. Вот, я нарисовал что-то такое. Сейчас у меня... Открою. Ну, вот какую-то такую картиночку. Тут даже там тоже частично где-то подброшены текстуры. Вот, потом... Сейчас, что-то у меня... Тупит мой чудесный компьютер. У меня никак не доходят руки купить себе нормальную видеокарту. Вот, у меня еще была такая, кстати, проблема, с которой сталкиваются многие начинающие художники, и я был не исключением. Это жестокие провалы в черное. То есть, как бы, да, в какой-то ты свет нарисовал контрастный, вот, у тебя там какая-то башенка, еще что-нибудь. Вот, но вот, пизде, постоянно на начальных этапах я страдал вот этими вот черными пятнами. Вот от этого тоже нужно избавляться, как бы, и я немало трудов отдал тому, чтобы от этого отходить. И то сейчас, до сих пор у меня иногда стреляет. Так, а то, с чем я приходил, то, с чем я пришел... Сейчас я найду. Я пришел с вот этой, по-моему. Сейчас, с вот этой работой. Сейчас какую-нибудь еще найду. Прятки, девчатики, нифига себе первая работа. Это была даже тестовая, по-моему. Если бы я когда-нибудь кинул вас... Вообще, если я когда-нибудь дойду до такого невменяемого и неадекватного состояния, что покажу свою первую работу на планшете, то мы потеряем половину зрителей, потому что у них просто лопнут глаза. Вот, это было моё тестовое задание. Ужас, который там был. Было моё тестовое задание на скетчера какая-то, вот казуальная локация, там какой-то гробик, какой-то склеп, я не помню. Это всё обрисовалось просто банальным лассо, как бы. Потом... Сейчас скажу дальше. Вот, это я пытался нарисовать какого-то эльфийского персонажика. Тут всё очень забавно с анатомией, с постановкой, с прочим. Ну, то есть... Вот такое. Это, кстати, по-моему, тоже было тестовое, кажется, в какую-то игровую контору меня не взяли, да. Не понравилось, я был плох. А ту, в которую взяли, собственно, вот это я рисовал. Слушай, а какой был опыт на момент именно вот этих вот первых самых работ? Ну, вот этих вот, что я показываю, ну, на этот момент, ну, месяца, может быть, 4-5, наверное, был опыт. Окей, тогда, соответственно, второй вопрос. А ты, получается, до этого рисовал, ну, то есть, traditional. У тебя есть художественное обрежание? У меня нет художественного образования, я никогда не рисовал traditional. Я до... Кажется, просто взял сил и рисовал. Я до того момента, как вот, ну, начал что-то пытаться рисовать с планшетами, до этого в последний раз рисовал там в школе каких-то чёртиков. Да, вот там на обложках тетрадей пытался каких-то чудовищ, ну, там, с класса с третьего, там, по седьмой, может быть. Потом меня начали просто доставать мои одноклассники, чтобы я нарисовал голую бабу, как бы вот, и они меня настолько достали, что я перестал рисовать. Ну, вы понимаете, седьмой, восьмой класс, всё такое, очень актуальная тема. Ну, да. Сейчас меняется. Ничего не извиняйте, потому что я не удивлюсь, если в чатике сейчас опять начнётся разговор про те самые... Ну, да. На эту планку где-то, наверное, месяц в шесть, наверное, стажа. Ну, просто я тогда уже, как бы, попал на эту казуальную работу, и я тогда просто уже начал много рисовать, как бы, вот, я насмотрелся криминального чтива, вот, и что-то такое нарисовал, короче. Ну, совы, совы, они прекрасны вообще, восхитительные. Да, на самом деле, это беспроигрышный вариант рисовать совушек. Вот, рисовать совушек, котяток, их все любят, как бы, они... Слушай, вот это ты мне сейчас прям, мне... Потому что я обожаю рисовать совушек. Ну, мне совушки сами нравятся, у меня когда-то была сова вот дома, серая, ушастая. Сейчас где-то у меня здесь была, у меня во Вконтакте, то есть сейчас у меня где-то был этот рисунок самый мой самый первый. Так, кстати говоря, тут тоже вопрос был, а сколько времени на тестовое задание ушло? Имеется время вот физически на рисунок на самом? На какой именно? На тестовый, который ты показывал, да, с которым тебя брали. Да, по-моему, часа три, кажется. Или около того. А, вот этот рисунок, я его нашел. Вот он, это вот мой самый первый рисунок. Да, вот у меня на него ушло четыре с половиной часа тогда. Вот такой вот страх непонятный, что вообще, какая-то клякса вообще жесткая. Это круто, что у тебя есть какой-то первый рисунок, потому что мне кажется, я все свое первое рисунок на имя. Ну вот, это вот первый мой самый опыт рисования на планшете был. Вот такой. А, вот сейчас, кстати, тут даже, кажется, и второй где-то есть. Сейчас. Клево, я пока отвечу, и быстрый вопрос. Вот это был второй. Давай. Кто там Женя спрашивал, какой программой делать скриншоты, я делаю гиаза всегда, гиаза удобная и вообще без проблем. Ну, или камплеером, да. Так всю жизнь есть принт-скринт на комбинации клавиш на Windows. Ну, на Macintosh вообще отдельная кнопка. На Macintosh не отдельная кнопка, да, но все равно. Тоже есть комбинация клавиш. print screen и alt, если не ошибаюсь. Ну, нет, control print screen. Да? Да, control print screen, и потом, соответственно, любой редактор. Причем в окно. Но это неудобно, потому что тебе надо будет выходить каждый раз в графический редактор и картинку копировать. А я использую в камплеере, то есть там вообще можно делать серию скриншотов, повесить ее на хатки и делать все очень удобно. Либо гиаза, если прям вот надо срочно. Вообще-то Google it, ребят. Чего вы прям как будто в 21 веке живете. Да. Да, вон там еще рекомендуют Яндекс диск, у которого есть тоже скриншот. Угу. Слушай, ну чё, прям первые работы, они слишком крутые какие-то. Тут уже не только вот у меня удивление, но и у многих наших слушателей. Потому что как так-то? Как так? Ребята говорят, что все, сломают планшет пополам. Не-не, вот это вот не надо делать. Потому что если кто-то сломает планшет пополам, он потом просто об этом пожалеет. Это гиблое дело, такие жертвы. Вот, сейчас я хочу на это здание, ну как здание, комплекс, я до сих пор не пойму, что это вот на горе. Сейчас на него хочу добавить какой-то фактурки. Вот, рисовать ее сейчас, ну мне, честно говоря, в облом. Вот, поэтому я сейчас просто соберу текстурку из фоточек. Есть прекраснейший сайт CG-текстуры, да, многие его знают, как бы, да, на котором можно халявно практически брать до 15 метров в день загрузок хороших текстур. А можно и не через этот сайт, а можно заходить там шепотом на CG-пирс и выкачивать весь архив CG-текстуры, который там лежит уже, да. Можно сделать так. Там 40 гигабайт или 50 гигабайт всех этих текстур одним архивом. Да, кстати, да, можно взять и так, но я слишком ленив для этого. Хотя, я здесь, ну, короче, моя лень, на самом деле, мой враг, да, потому что был бы я парасторопнее, полмнее, я бы уже давно бы это сделал, спокойно бы у меня это все хранилось на компе, а так я раз за разом их захожу, ищу, ищу. В общем, не беритесь с меня в этом пример, честно, вот с этой лени, это гиблое дело. Лень-двигатель прогресса. Лень-двигатель прогресса. Практически. Спрашивайте, откуда вы качаете сайт CG Pears, называется. Вот я напишу по гуглицу. Так я скинула. Ну, ну, а, ты скинула уже. Но учтите, что регистрация на этом сайте, она доступна, по-моему, два раза в месяц, если... Для избранных. Да, то есть кто там в начале месяца, по-моему, в 15-х числах, если я не ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь, но раньше было так, во всяком случае. Должи мне не одобрять пиратку торрента и прочее? Ну да, у нас же сейчас торрента торрента запрещают. Надо будет, надо будет, знаешь, заблюрить вот эту иконку, которая была у Ростислава в начале стрима, которую он выключал, потом говорил. Да нет, U-торрент не запрещен вообще. Торренты запрещены или нет? Нет, не запрещены. Там просто торрент-трекеры, которые раздают типа пиратский торрент, могут быть закрыты. А, я понял. Выкусите, товарищ полковник. Да. Типа того. Типа того, да. Короче, так, смотрим, что у нас еще спрашивали. Про то, откуда качать текстуры. На самом деле, текстуры очень много ресурсов, где бесплатный. Я, конечно, подчас, может, это поищу, потому что у меня была папочка, где можно было скачать прекрасные текстурки, бесплатные, вообще сколько угодно. На самом деле, очень много я банально зачастую беру из этого, просто из гугла. То есть, просто если ты тянешь, что-то из гугла, особенно для коммерческой работы, главное просто потом это переделать так, чтобы его не узнали. Ну да. На самом деле, в гугле есть даже настройка, которая делает для разрешения для коммерческого использования, там, вот этот Creative Commons лицензия. то есть, даже в поиске, если нажать кнопочку, то оно тебе предоставит список тех картин, которые можно использовать, между прочим. так, а теперь покажи, я вижу, что ты сделал, то, что ты несколько текстурок в одну, что ты потом с этим будешь делать, мне интересно. Я сейчас его как-нибудь сюда прилажу, вот на... прилажу его поверх вот этого вот зданица. Я сейчас еще не знаю как, сейчас посмотрим. То есть, ты просто экспериментируешь? на самом деле, вот, когда, как правило, я рисую, это просто постоянный эксперимент. То есть, я просто смотрю, что получится из этого. Если мне нравится, так оно остается. Если мне не нравится, ну, экспериментируем дальше. Дело такое. А сколько у тебя в среднем часов уходит на стандартную работу? Ну, вот просто... На стандартную? Ну, большая часть из того, что вот у меня там висит на... на Artstation, ну, вот в среднем, вот это все, ну, от... от полутора часов до, там, четырех. Вот как-то так. Вот, самое... Один из самых долгих. Вот я делал последний фриванс, который, к сожалению, я тоже не нашел. PSD-шник хотел, его показать. Вот я его делал там для одних киношников из Австралии. Вот там, в принципе, у меня на него ушло вот долго, по моим меркам, ну, много времени. В сумме, наверное, часов, ну, ушло там 8 или 9. Я его делал там 3 дня, там, часа по там 3, ну, 3-3,5 часа в среднем занималась. Ну, там что-то пришлось подмоделить, что-то обрисовать, что-то там Ctrl-C, Ctrl-V там сделать, ну, то есть такое дело. Ну, ты работаешь, я смотрю, очень плотно, потому что делаю 20 часов, 30 часов работу, а ты вот говоришь, что там 4-5 часов, ну, 10 там самое долгое, или сколько, в общем, как у тебя быстро-то так получается? Фотки, фотки, или просто очень быстро рисуешь? Быстро рисую. Короче, во многом от настроения, на самом деле. Иногда бывает, что ты просто сел, короче, вроде, и у тебя просто искры летят из-под планшета, у тебя все прям получается со старту, там, сразу попадаешь в свет, в цвет, короче, все классно. Да, иногда бывает, просто ты там сидишь, мучаешься, и нифига. Понятно. Слушай, я забыл задать вот в самом начале миссии стрима очень важный вопрос про методики обучения, потому что у всех художников они разные, то есть, тут там, понятно, что это ответ, просто сидите и рисуйте, но вот именно непосредственные учебные методики, которые ты делал, для того, чтобы повысить свой скилл, это как бы важный вопрос, ты можешь рассказать несколько методик? Методики? Такие бы ты рекомендовал, ну, ты же пробовал разные методы, пробовал рисовать по-разному, что-то тебе подходило, что-то нет. Из того, что тебе подошло, понятно, что это может не подойти остальным, но вот можешь ли ты поделиться этим? Надо даже подумать, честно говоря, сейчас мне так сразу сказать непросто. Подумай. Просто наши зрители, они тоже выберут для себя то, что им подойдет, смогут как-то отфильтровать в голове, и, возможно, это кому-то поможет, потому что там некоторые художники, например, используют в работе все, то есть любые инструменты, там, любые программы, кто-то говорит, просто сидите там, задротьте, рисуйте до упора. Как я. Ну да, кто-то там говорит, стадики с фоток делаете, вот какие методики делал ты непосредственно, которые тебе лично помогли продвинуться? Ну, в моем случае, наверное, все достаточно прозаично, как бы, мне лично помогло, в первую очередь, это просто банальное задротство, вот, но еще поначалу, как бы, когда я не вполне понимал, вообще, откуда это все берется, все это рисование, вся эта красота, как бы, ну, я достаточно много времени отдал просто вот рандомному поиску в интернете каких-то записей, уроков, там, знать, просто залезал на YouTube, там, не знаю, digital painting, там, speed painting, вот, и все, что я находил, я смотрел, и кое-что из этого я, ну, подчерпывал для себя полезно, то есть, как бы, конкретно, прям, какой-то педагогической методики, ну, у меня не было. Ну, ты же обучался на примере каких-то крутанов, то есть, ты делал, попытался, как-то с ними, что-то так же, так же, так же сделать, или хотя бы, ну, делал стадики, тоже те же самые? Я пробовал, собственно, я смотрел, там записи, есть, как бы, записи Рапозы, как бы, вот, в сети, вот, и там, если покопаться, там, у Кучиара есть, да, смотрел на них, старался делать, как они, но все равно, что-то у меня, как-то, не особо получалось, но, плюшка была в том, что ты можешь просмотреть, например, там, двухчасовую запись, там, какого-нибудь чувака, крутого, ты, естественно, как бы, за это время, ты не научишься рисовать, как он, но ты можешь, допустим, из его техник, за эти два часа, ты можешь, например, для себя открыть какую-нибудь новую методику, например, ага, вот так клево подгонять по цвету изображения, то есть, и это тебе может сильно помочь в будущем, то есть, на самом деле, стоит смотреть даже двухчасовое какое-то занятие, пусть даже его пролистывая, пусть не смотря каждую минуту, но главное, просто стараться что-то для себя из этого извлекать, там, хотя бы одну какую-то методику, если ты для себя открыл, уже все, уже хорошо, уже не зря, уже правильно, то есть, как бы у меня, в основном, это был просто вот рандомный поиск, просто рандомный поиск, и все. Ну, грубо говоря, рандомный поиск, тебе помог, вот, то есть, ты стал протоном таким, и, соответственно, у тебя все получилось, клево. Так, посмотрим, что у нас дальше спрашивали, тут много уже всего, описали. Про методики обучения, да, спросил. Угу. Ну, про отношение к художеству, вообще к художке, к традиционной живописи, это не спрашивай, ну, расскажи. У меня, как бы, позитивное отношение к традиционной живописи, к художке, вот, но тут, опять же, как бы, штука двойственная, то есть, я очень уважаю, как бы, за то, что там учат, ну, скажем так, ну, хорошо ставят русы, то есть, учат техники. В чем, на мой взгляд, минус traditional, ну, за что, допустим, лично мне он не нравится, это то, что, я не знаю, как на Западе, вот, например, а вот у нас, ну, я как бы не раз с этим сталкивался, я убежден, на самом деле, с этой позицией художником просто, ну, ампутируют воображение. Ну, как бы, я подбираю такое слово, ампутируют, потому что, когда-то просто я решил пойти на курсы, ну, графики, рисунка, ну, когда я уже работал, мне стало интересно, как бы, дай, думаю, схожу, может, чему научат. Я пришел в класс, да, занятия, карандашики, грифельки, уголек, натура, там, голова Давида, тра-та-та, вот это вот все, то есть, ходит преподаватель, ну, он мне ставит мне голову, я эту голову рисую, где-то часа четыре я ее рисовал, он подходит, смотрит и говорит, нет, говорит, неправильно, типа, я говорю, а почему? Понимаешь, говорит, ну, ты его нарисовал, он у тебя получился как живой, вот, а он у нас гипсовый, я такой думаю, блин, то есть, фишка в том, что запрещают отходить, запрещают отходить от того, что видишь, как бы, вот, и большинство художников, просто традиционщиков, ну, как я еще считаю, из них делают ксероксы, то есть, очень крутые ксероксы, которые имеют очень красиво отксерить вот то, что они видят перед собой, но, как правило, как только, когда такие люди приходили, например, ну, даже и в ГМДФ зачастую, я тоже это не раз видел, когда им ставят задачу нарисовать то, что они не могут увидеть, они чаще всего садятся в лужу, некоторые, кстати, справляются и адаптируются, но большинство не справляются. Слушай, тебя стало плохо слышно, ты от микрофона отошел, видимо. Наверное, немножко, так получше? Да, получше, и как будто снова включил, у меня снова включился ведро стиль, почему-то, ведро стиль, да, если у наших слушателей тоже включился ведро стиль, напишите, пожалуйста, да, что с микрофоном что-то не то. Просто мы же не хотим, чтобы все было... Ведущий, вас слышно раза в два громче. Ага, ну я попробую еще, может быть, громче говорить. говорят. Ну, у нас не лагает, вроде, у нас... Кричи. Да. Ростислав, просто начни орать, на людей, и все хорошо. Хорошо, я на вас ору. Хорошо, будем кричать. Нам говорят, что нормально. Слышно? Нормально? Уже есть, да, покращение? Покращение наше. Вроде пишется хорошо, Наш тут местный, локальный, украинский, украинский, украинский. Тут написано... Все очень говорят. Можешь критику академии обучения, думаешь, может быть, брось свои курсы академии? Не надо. Вот Алису, что-то, плохо слышно, очень сейчас. Да, Алису было очень плохо слышно, согласен. пропадало. Да, ну, ухожу тогда. Тут пишет, что да, у Алексея все хорошо, Алиса, Алиса храпит и лагает. Алиса, зачем ты храпишь и лагаешь на стриме? Нельзя так делать. Ну, я устала, и все такое. А сейчас не лучше слышно? Если нет, то я переспущу. Не, уже стало нормально. Курлык-курлык пишет, Алиса тонет, да надо спасать Алису. А Лекс Билл пишет, наверху помянем. Просто помянем, и все. Просто не пить хочется, да? Вот так вот и находятся настоящие друзья. Алиса звонит из 50-х. Как это планетяне говорили. Да, как это планетяне. Пурлык-курлык. Главное не забывать про Ростислава, а то... Я рисую, мне окей, как бы. У нас, на самом деле, рисование такой медитативный характер зачастую. Сидишь себе что-то возюкаешь тут кисточкой, теряешь счет времени. У нас уже был гость, который тоже сидел и рисовал, и все хорошо. А про набор кистей я спрашивать не буду. Это, как всегда, но потом. Одна стандартная круглая кисть мы обязательно выложим в посте. Ну да, ну да, но на самом деле, как бы у меня нет своего набора кисти, и у меня там есть одна-две кисточки просто, которые я периодически юзаю, а еще у меня аналогично это носит характер настроения. То есть, я могу нарисовать какой-нибудь квадратненький, иногда просто круглый. То есть, это точно так же вот у меня, как с фотобашем, оверпейнтом или рисованием чистой руками. Просто дай настроению. Я, короче, переменчивая натурная такая в этом плане. Круто. Так, что еще? Нас спрашивали про... Да, ну это про обучение и рисование спрашивали. Так, Сумочкин писал то, что... Кто-то не верит в то, что я могу забанить людей. Я вообще легко могу забанить людей. Ну, меня не смогут. Ну, тебя не смогут, к сожалению, да. Так, так вот, следующий вопрос. Ну, мы сейчас его придумаем сами. Да, и Алиса, и Алиса замолчала резко. Я пытаюсь вычти здесь сейчас то, что задавали до этого, потому что я пропустил несколько вопросов. А я скидываю уже в скайп, хитрый. Да, 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 не, я вижу, я просто смотрю. Ну, вопрос был, что если... Спроси, если бы ему сегодня пришлось учиться рисовать с нуля, что бы он рисовал завтра, что через месяц, что через год. И такой лирический вопрос. если бы мне сегодня пришлось учиться рисовать с нуля. Ну, да. Хороший вопрос, на самом деле. Стоит, да, надо подумать. Да, мне кажется, наверное, то же самое, что сейчас, кто бы и рисовал. Вот, как-то так. Ну, если бы я начал учиться рисовать с нуля, ну, не знаю, я бы попробовал, не знаю, с чего-нибудь, не знаю, какой-нибудь камешек, кирпичик и прочее. Сейчас, секундочку. Телефончик на заднем плане, да. Не совсем. Да, да, да. Нам, между прочим, говорят пока, что надо сидеть рисовать, если каждый с ним был из 3 лет, что легче было красиво, если сам это делал. Фатик, наверное. На самом деле... Вообще, здесь мы можем. Все, я вернулся. Все, я снова здесь. Так. Тут прям пишет, Женя, я хочу сказать, Женя, Нестеренко, умоляю тебя, не пиши, пожалуйста, капсом. Это не очень хорошо, не надо. А то... А так же? Ну, просто-просто-просто не надо. В общем, кто сказал слово «ирландцы» в чате и почему? Ничего не знаю. Немножко заполел наш разговор в начале стрима. Возможно, кто-то спорил... Мы обсуждаем Ирландию. Да, мы в начале стрима обсуждали Ирландию. Да, у нас не нашлась общая черта. Давай, озвучим вопрос от Джени Нестеренко. Что Ростислав скажет о CG-индустрии в Украине и в каком направлении он посоветует двигаться ее новичкам? У нас много слушателей из Украины, поэтому вопрос важный. Отвечай. CG-индустрия, ну, как бы, она развивается, на самом деле, на мой взгляд. Как бы, есть все равно какие-то подвижки к лучшему, появляется все больше и больше, как бы, ну, контор, которые занимаются разработкой игр. Ну, пока это, в основном, конечно же, казуальная сфера, потому что там гораздо легче. То есть, ну, нужно задействовать меньше людей, меньше, как бы, вот. Ну, конечно, мне лично хочется верить, что появятся у нас, как бы, и следующие новые монстры мирового уровня, как бы, вот, которые будут известны. Пока что, в данный момент, как бы, ну, у нас там игровых проектов серьезно известных, там, ну, сколько их там, 4Games, да, Metro, ну, и, собственно, GSC, которые делали Stalker. Ну, бывшие 4Games, во многом. Вот, как бы, ну, хочется верить, что появятся еще, еще вещи, как бы, становилась в этом плане еще более известной на мировом рынке. Вот, как новичкам, да, просто учиться, просто учиться, как бы, на самом деле, каких-то волшебных рецептов не существует, вообще ни в чем в этой жизни. За вас всегда будут говорить ваши работы. То есть, на самом деле, если вы видите где-то там описание вакансий, требуется художник, там, 100-500 лет стажа, там, тра-та-та, на самом деле, все это относительно. Всегда смотрят по вашим работам. То есть, это, ну, HR-менеджер, который зарежет, на работу крутого художника, только потому, что у него там стажа на два года меньше рисования, чем у них указано вакансии, но это, значит, крайне недальновидный HR-менеджер, как бы, и, как правило, в сфере таких не особенно держат. То есть, берут, как правило, которые разбираются. Вот, поэтому за вас всегда говорят ваши работы, просто рисуйте, просто делайте себе портфолио, сидите, задротите, качайте скиллы, и будет вам счастье, безусловно. Вот, как-то так, может быть. Надеюсь, что я ответил, хотя бы в общих чертах, хотя, возможно, это смыть, а то уж простите меня. Алло, слышно? Да-да, слышно, просто я одновременно отвечал Алисе, поэтому, чтобы у нее было все хорошо слышно. опять куда-то пропал. Рисуешь ты, кстати, у нас только в фотошопе, да? То есть, другие проги ты не используешь? Я пробовал, когда-то ради интереса, там, сай попробовать, поковырять, вот там, что там, Corel PhotoPaint, или как он называется, я не помню точно. Но, как-то, в фотошопе мне проще, потому что я в этой программе уже сижу много лет, как бы, мне просто удобнее, как бы, мне здесь можно сделать многие вещи, которые, допустим, мне там сай не позволят. То есть, здесь я могу быстро вертеть кривые, пробовать режимы наложения, рисовать маски, подгонять цвета, вот там, возможности этой нет. То есть, я не говорю, что одно лучше другого, просто мне конкретно здесь комфортно. Если кому-то, вот, классно рисовать в сай, ну, ради бога, человек будет крутой, художник в сай, какая разница. Отлично, а 3D ты используешь? То есть, кейс-шот? Ну, я использую немножко за браш, как бы вот, ну и немножко маю. Как-то так просто получилось, что когда я подумал о том, что надо хоть немножко что-то понимать в моделинге, хотя бы базово, хотя бы минимально, вот, рядом были как бы ребята, ну, мальщики, как бы вот, и поэтому я учился, соответственно, тому, что, тому, что было под рукой. Я тебя понял. Так, что еще спрашивали про фото баш? Угу. Ну, левша ты или правша, я думаю, это вообще не важно, но можешь ответить. Ну, я правша. Да, меня переучили в детстве. Правша. Что, есть какая-то разница? Нет, есть, конечно, да, там теория, что левши, там у них получше с какими-то творческими, там, гуманитарными вещами, но мне кажется, что это такое. Так, тут спрашивают, интересно, что были прибыли на кино или игровая индустрия, и что интереснее? Как, собственно, ты уже говорил, ты работал на кино, и на то, и на другое вообще. Расскажи. Вообще, на самом деле, интересно, ему просто зависит, наверное, во многома жанров, с которыми ты работаешь. Потому что, как бы, ну, не очень, допустим, ты можешь сидеть и работать в кино, да, но если, допустим, ты работаешь над какой-нибудь, там, ну, комедией, например, там, социального характера или драмой, то есть, эта работа может быть достаточно скучной. То есть, ты там можешь сидеть и рисовать мэтики, там, в какой-нибудь комнате, вот, самая обыкновенная комната, в которой полчаса тусуются герои, как бы, вот, и ты вроде бы работаешь в кино, и даже вроде бы известный проект, но твоя работа будет не видна, она тебе самому не нравится, она скучная. То есть, в играх, как бы, ну, по крайней мере, для художника, с этим, мне кажется, поинтереснее, как бы, хотя, опять же, смотря, что за проекты, потому что, собственно, это то, почему я не хочу, как бы, категорически, в принципе, не рассматривать для себя на данный момент вариантов возвращаться в казуальный бит-дев, хотя, как бы, мне много предлагали, как бы, туда идти, то есть, лидом в несколько студий в Киеве, как бы, там, там, арт-директором, вот, я для себя, ну, не вижу я себя в этой сфере, как бы, потому что банально неинтересно, и деньгами, как бы, но меня в этом плане не прельстиж тоже. Как бы, я сторонник того, что делать нужно строго то, что тебе нравится, и, как бы, мне кажется, радость от денег, даже от хороших, на нелюбимой работе, она достаточно быстро улетучится. Так что, как бы, интересно, в принципе, и то, и то, но слишком большой вовну роль играет конкретный проект текущий, ну, на чем ты занят. Если проект крутой, интересный, то тут нет, собственно, никакой разницы, игровой это проект или это кино. Я тебя понял. Тут такая, достаточно бадхертная тема, о том, что говорят, пропадаешь. Леш, пропадаешь. Решает науку ручного рисования, когда можно фото башить. Алло, алло. Видимо, мне скайп запрещает этот вопрос, озвучивает. Да-да-да, я тебя слышу прекрасно. Ты нас слышишь? Да, ты просто прерывался, наоборот не разобрал вопросы. Окей. Говорят, что фото баш мешает навыку ручного рисования. Когда можно фото башить? Это вопрос. На самом деле, ну как, может быть и мешает, я не знаю, а на мой взгляд и не мешает. Зависит опять же от отношения. Ты можешь смотреть на фотографии и просто визуально запоминать, как ложить свет на предметах. И потом это можно использовать в своих же техниках рисования. По большому счету, фото баш, это тот же самый фотореференс. Ты смотришь на фото башинг, ты запоминаешь какие-то приколы о том, как в реальной жизни выглядят объекты. Ты смотришь на фотографии, на референсы, ты все так же запоминаешь эти вещи. Да и на самом деле, по большому счету, то есть ли принципиальная разница, чем тебе заниматься. Если ты крутой фото башер, как бы ты будешь востребован. Если ты крутой художник, который не фото башит, а работа, рисует только руками, ты все равно будешь востребован. Просто делай то, что тебе нравится больше, да и все. То есть ничего из этого, на самом деле, не заразно и не страшно. Сейчас, насколько я знаю, нет контор, которые требуют категорически от своих художников, типа, чувак, ты должен только рисовать руками, не дай бог, ты используешь фотку. Или там, чувак, ты должен только делать коллажи, и тебе не надо рисовать руками. То есть этого нет. На самом деле, методы людей, работодателя методы особо не волнуются. То есть ему нужно просто получить результат, который ему нравится. И все. Как ты его добился, это твое глубоко личное дело. Ну вот, как-то так, наверное. Понятно. Мне говорят, что у меня звук как из болота, и что я квакаю, и шиплю. Если я шиплю, ребят, это я просто пытаюсь неуклюже косплеить Дарта Вейбера, поэтому извините. Так, тут начинается работа, спрашиваю. Да, если я все еще квакаю, шиплю или издаю какие-то странные звуки, пишите. Темный лорд, вы их издаете. Что еще? Да, зачем? Залез в болотце. Да, я залез в твою болотце. Так, сейчас по звукам как? Ну, глухо, глухо. Пишут, что звук сегодня отвратительный, извините, ребят, голуховато. А давай мы еще раз нажмем стоп стрим, перезагрузим скайп все дружно и перезвонимся. Сейчас. Давайте. Поехали. Ну, стрим у нас будет в нескольких файлах, соответственно. Да, так что... Около лужи точно на башену говорят. Да, народ уж простите, но так получается, да. Ну, видимо, либо это что-то спроводит, там с интернетом или пишет. Возможно, и с интернетом, потому что сегодня с утра были какие-то проблемы. В общем, напишу, обновите в чате. А между прочим, США, Россия, 0,2 уже. А в чью пользу? В нашей, естественно. Клево. Ну, отлично. Ну, не естественно, но США, Россия, 0,2. Если было 2,0. Хорошо. Это хорошо. Так, ну, нас слышно, все в порядке, вроде как. Вроде подгрузилось, все хорошо. Все и работает. Уже пишут 3,0. Ну, пока мы разговаривали, тут последнее... Да, видимо, не так, потому что пишут. Ну, видимо, потому что... А может быть, я просто не обновила еще страничку. Я тут, я в соседней вкладочке. Да, точно. Смотри-ка ты. Да, тут пишут про... Дверь на... или сейчас в школе у Фэнга. Фэнга Цзу, очевидно. Ну, не знаю, стоит ли это делать, проще позвать, по-моему, снова Фэнга Цзу. Вот. А не его учеников. Он сам бы все и рассказал. Я думаю, что с этими особо не должно быть проблем. Так, что еще? Что-то интересно. Пишут, что мы тут делаем, спрашивают. Ничего, мы тут не делаем. Так, просто. Так, тихонечко. Слушай, прекрасно и весело проводим время в субботнее время. У нас просто иногда могут приходить случайные гости из-за того, что у нас уже не первый раз стрим выходит на главную страничку хитбокса по количеству посещений. И было такое уже... И поэтому как бы все набегают, да? Поэтому, да, кто-то видит там, ну, прикольная картинка, что чуваки делают, дай-ка зайду. И вот так вот получается. Спрашивают, да ладно, Фенга позовите. Ну, на самом деле, позвать мы хотим очень много кого, просто... Позвать-то мы можем любого, а то согласиться они или нет, это уже другой вопрос, как бы, и зависть, к сожалению, не от нас. Да, Лиз, ты знаешь, на самом деле, соглашаются многие просто упихнуть все это время, найти для этого время там, и это вот это трудно, как раз. Пишут, что мы отдыхаем, а художник сегодня работает. Прямо. Прямо-прямо. Прямо-прямо, да. Перезагрузите еще раз стрим, у кого что-то заглючило, в общем, так все хорошо. Да. Так, все, перестань. Перестань. Стопать. Угу. Что еще интересного? Так, ну ты вот сейчас затекстурилась, мы, кстати, расскажи, возможно, не ко времени вопрос, про постобработку, любимые эффекты, что делаешь, делаешь ли там монохроматическую аберрацию, или еще что-нибудь из таких штук, брюк, какие фильтры накладываешь? Да ничего, на самом деле, таково, все подгоняется под конкретную картинку, дело такое, честно, у меня же вопрос, честно говоря, застал врасплох немного, да, потому что, ну, как бы здесь, в этой, ну, в этой вещи, в принципе, не существует каких-то классических рецептов. Это вот, если кто здесь есть занимавшийся фотографией, или занимающийся, возможно, знает, что, вот, да, кстати, даже не фотографии, даже вот и художники. Есть такая распространенная тема, как продажа, там, пресетов, вот, настроек, там, всякие, там, паки тузов, там, продаются за денежку, там, вот, и все такое прочее. Вот, я никогда, честно говоря, это, ну, ничего не покупал, и сам, ну, как бы и не советую, на самом деле, потому что, то, как правило, что продается в таких ситуациях, оно хорошо работает только на какой-то одной конкретной картинке, там, или на одном конкретном виде освещения. Стоит, как бы, вам, ну, открыть другой рисунок, другую картинку, просто другие цвета, другой контраст, другую компоновку кадра, все это резко работать перестанет. Поэтому, как бы, ну, нужно, на самом деле, просто учиться из каждой вытаскивать что-то свое. Так, тут что-то еще спрашивает, там, CG Sister пишет, позовите меня, у меня смешной голос. Будет угорать, что я сбежал, и не понял, откуда. Ладно, пишут счет 6-0 про хоккей. Да ладно, уже 6-0, только что было 4. Спасибо парню, этого человека, хотя, скорее, это девушки, которые смотрят. Часто спрашивают, часто спрашивают художников, что ты себе в голове сейчас представил конечную версию картинки, или все-таки совсем импровизация, что вышло, то вышло. ты уже, в принципе, отвечал, но... в данный момент, прямо сейчас, может быть, чуть-чуть что-то начинает вырисовываться, как бы вот, но то и то, я до сих пор, я не знаю точно, что у меня выйдет в конце, так что, тайно-тайно, как бы, даже для меня самого, что у меня из этого получится. А когда ты понимаешь, что вот все, картинка закончена, и, Сири, когда просто не знаешь, что туда добавить? Наверное, да. Вот ты смотришь, после ощущения завершенности, оно либо есть, либо его нет. Вот как-то так. Так, как вот тоже вопрос в личку перешел, ну, тут больше вопрос про то, по каким материалам ты учил анатомию, вот, и у тебя 50 на 50, то есть я и персонаж, и, собственно, environment. Как переключаешься между ними, легко ли? Что думаешь о том, что есть художники только узконаправленные, там, типа, только по персонажам или только по environment? Вообще, по большому счету, я считаю, что художник, у него всегда есть, на самом деле, какая-то одна специализация. То есть это не значит, что он не может нарисовать, ну, другое. Но, как правило, есть любимые вещи и нелюбимые, есть вещи, в которых он более сильный, есть вещи, в которых он чуть послабее, мне кажется, так абсолютно у всех. Вот. У меня, ну, я бы даже не... Не, у меня пока преобразует в основном environment, как бы вот, ну, мне с ним проще на данный момент. То есть, по поводу персонажки, она мне, да, тоже интересна, но часто бывает так просто, что я вижу персонажа в голове, но у меня, допустим, не хватает или усидчивости, или там прямоты рук, или еще чего-нибудь, чтобы, ну, довести его до ума. Вот. Поэтому, как бы, да, я сталкиваюсь с... Ну, я работаю с персонажами, но, как бы, скажем так, если сопоставить это в процентном соотношении с ландшафтами, то это, ну, там, 30-70, грубо говоря. Пока так. То есть, я работаю, собственно, над скиллами по персонажке, вот, я надеюсь, что я в скором времени, ну, или в относительно скором, как бы, это дело у себя улучшу. Что еще спрашивали? Вот здесь уже в чатике пошло вообще общение на совершенно другую тему. Так. А я просто смотрю, прекрасно все получается. Да, мне тоже нравится, вообще красиво, красиво к льву выходит. Там все спрашивают, сколько лет CG-систер. Ребята, девушки неприлично спрашивать. Спрашивают... Неприлично спрашивают у девушки про возраст, когда у нас есть Ростислав, сидит и рисует. Да, рисует совершенно у другой девушки. Да. Ростислав работает над игрой метро? Спрашивают нам у нас Переливский, по-моему, что? Ник. Работаешь ли ты над игрой метро? Мы делаем проект в стилистике этой игры. Ценители, когда выйдут, будут довольны. Это все, что я могу сказать. Вы же понимаете. Есть ли у Ростислава какая-нибудь самая любимая и дорогая сердцу работа? Работа, то есть, ну, картинка, да, которая мне нравится? Ну, да-да-да. Прям дорогая и любимая сердцу. Надо даже подумать. Как бы, есть такие, которые больше нравятся, есть такие, которые меньше. мне нравится. Вот это, в принципе, она такая у меня получилась, достаточно удачная. Вот, как-то она так совершенно спонтанно тоже вышла здесь с такой фотобашинг, ну, коллаж с обрисовкой поверху. Вот, как-то вот она так просто у меня тоже срослась и она мне по душе. А потом, что еще тут у меня есть из такого? Мне вот почему-то нравится вот этот товарищ. Вот просто почему-то нравится и все. Какой-то он, какой-то он характерный, не знаю. Мне нравится атмосферность вот этой картинки. Вот, и еще у меня сейчас здесь просто нету, у меня есть одна из любимых картинок, это портрет моей жены, как бы вот, ну, по фотографии, но как бы, оно потому и любимый, потому что это портрет жены. Вот, как-то так. Клево. Это замечательно. Жена и бездарова. Ну, то есть список как бы любимых работ, он меняется. Он, естественно, меняется, он пополняется или сокращается, как бы делать такое. Вот, по-моему, это картинка, про которую я говорил, если тут что-то будет видно. Ну, вот, как бы такое. Угу. Так. Там уже начали обсуждать про японских школьниц, что-то. Господи, зачем? Зачем вы? Зачем вы начали? Может, и CG Sister. Господи, да у нас, у нас, мне очень приятно, что CG Sister в чате, у нас еще есть куча многих девушек в чате красивых тоже. Это главное, чтобы CG Sister не оказалась парнем. Ну, не. Тут есть, это, Это было очень жестоко. Тут есть, кто ее знает лично, да? А то, Надя, мало ли как, она бывает. Минутку, минутку, а есть ли? Да, вот как бы. Там уже договаривались за информацию про ее возраст получать деньги, то есть продавать информацию о ее возрасте. Хотел спросить про личку, а тут оказывается, что Ростислав женат. Как вы находите таких понимающих людей? Мне вот не везет. Ребята, когда вам повезет, вы это поймете. к нам, извините, что перебью, просто к нам зашел Марк Колобаев посмотреть твой стрим и он пишет мне привет, пусть покажет работу, которую он считает самую лучшую в мире. Такой прям. В мире? Колобаев, привет, да. The best of the best. Блин, Марк озадачил. The best of the best. Озадачили, озадачили. Колобаев, Колобаев дополнил, нет, он дополнил вопрос, он сказал, интересно, что для него сейчас топ уровень. А, то есть вот так вот, да, ну сейчас надо порыться тут у меня, где тут мои, кого я тут фоловлю, тут есть крутые чуваки, которые, ну как бы я сейчас, по крайней мере, для себя на данный момент считаю, как бы таким очень, очень-очень крутым. Сейчас поищем, поищем. Ну, собственно, наверное, это несколько человек. Вот, мне очень нравится, собственно, ну вот, как бы, работы и в Ventral. вот такое вот всякое, то есть мне нравится сама техничность, характерность, очень хорошая вот персонажей, то есть я так понимаю, что здесь, как бы, ну тоже, наверное, фотографии с обрисовкой, вот, но это как бы сделано очень мастерски, в общем, люблю такое дело. Так, что еще, сейчас, что еще, мне очень нравится. Комментарии в чатике, извини, перевиполчи, что Ростислав откроет работы Колобаева, говорят в чатике. Вот, еще мне, Марк, ну мы договоримся, если что, ты же понишь. Вот, мне нравится вот этот товарищ, который Тиэн Хуа Сью, вот, который китайский, вот, вот, ну и, конечно, вот, я дико тащусь от, от Руан Тья. Вот, я думаю, что, как бы, ну многие знают его, по имени, его работы, да, вот этот товарищ меня, очень, очень меня привлекает. Эх. То есть, мне нравятся техники, мне нравятся передачи, ну как бы, да, я пока еще до этого не дошел, но дойдем и перейдем, куда деваться-то, жизнь одна. Вот, мне нравится из мейтпейнтеров, вот, мне нравится, ну, из фотобашеров, вот, мне нравится Блейк Роттингер, очень хороший чувак. у меня так тупит малость, мой браузер почему-то. Ничего, ничего страшного, как раз. Марк пишет, спасибо тебе за ответ. Да не за что. У тебя прям хорошая такая подборочка, поделишься своей, какой-нибудь доской Пинтереста? А у меня нет, к сожалению. Нет Пинтереста? Нет? Да, я просто картинки, которые нравятся, их просто, их сохраняю все на комп, в папку, да и все. У меня просто банально, если честно, я думал о том, знаете, о том, чтобы там какой-нибудь тумблер там себе завести, или там доску на Пинтересте. Кстати, вот Титус Лантер мне еще нравится очень. Такой хороший чувак, да, он так собирает калашики, обрисовывает их, ну, атмосферно, красиво, чувак классно, очень шарит освещение, мне нравится. Ну, вот, как-то вот так пока. Красота. Крутых людей очень много, как бы они есть, как и среди наших отечественных художников, так и среди зарубежных, вот, просто всех банально не упомнишь, при всем желании. Так, там уже в чате пошло совсем про другое, это прям... Да, Алиса перешла уже на общение про женские... Я перешла на общение с чатиком, ничего не знаю. Стараешься ли ты достичь максимальной фотореалистичности в инвайрментах? Если да, то с помощью каких фишечек? Ну, по-моему, не всегда зависит от задачи, которая поставлена, потому что, допустим, вот у меня по работе, например, часто приходится рисовать, например, по скриншотам из движка. То есть, как бы, когда у тебя перед тобой лежит скриншот из движка, как бы, ну, как бы, те, кто работал, возможно, в редакторах, как бы, они знают, как это выглядит. То есть, ну, ты там мега-фотореалистичности не добьешься, собственно, задача, короче, чтобы поделить, что ты хочешь сказать. То есть, на самом деле, я так скажу, прямота рук в работе, это очень, конечно, важно и красиво, но в первую очередь важно, чтобы ты мог что-то придумать и донести, ну, воплотить то, чего от тебя хотят, в частности, например, твои лиды или заказчики. То есть, например, работа концепт-художника, первое, все заключается в том, чтобы вбрасывать идеи. То есть, техничность, на самом деле, отходит на второй план. Есть прекрасные люди, которые сделали просто вообще неизвестные на весь мир сегодня концепты, и на самом деле они были нарисованы очень примитивно. Они просто были оригинальны. Вот что круто, то есть, это научиться придумать оригинальные штуки. То есть, то, что ты можешь нарисовать это в стиле палка-палка огуречек, это уже будет мало кого волновать. По большому счету, абсолютно весь концепт-арт, настоящий концепт-арт, он нарисован примитивно. То есть, то, что выкладывают потом, ну, типа там, крутые художники, и то, что выкладывается вот в сети, там, компаниями-разработчиками, выиграли издателями. Это на самом деле промо-арт, как правило, не концепт-арт. Это хороший, уже вылизанный арт, уже проверенный, утвержденный, который нарисован без ограничений по времени. Вот, это все называется концепт-арт, но на самом деле это просто, как бы, ну, это промо-материалы. Так что, сброс идей, главная штука, вообще просто главная. Да, так, тут спрашивают еще, откуда кораблик взял, ну, там уже было видно, в принципе. Кстати, а ты чаще берешь все-таки именно фотки, или даже там, с других работ, или как? Фотки в основном, как бы, ну, когда как. Но если вот передо мной стоит задача именно там что-то фотобашить, как бы, вот, колобашить, Марк, привет, вот, то, ну, фотографии, да, фотографии. Фотографии, угу. А, кстати, вот, ты сейчас делал очень прикольно, вот, я немножечко не успел подглядеть, потому что у меня, ну, как сказать, задержка на стриме. Ты взял небоскреб, смял его, и прям на картинку закинул. Что ты делаешь? А, я просто этот, я отрезал кусочек, я сейчас попробую просто вкинуть огоньки какие-то на корабль. Ну, вот, я просто отрезал сейчас кусок огней, а сейчас я просто его тут немножко доработаю. Сейчас, и, кстати, что это он у меня психует. Может, у меня выделение где-то стоит. Да, все верно, у меня, по-моему, там выделение стояло. Я просто сделаю поконтрастнее, так, чтобы хорошо выделялись светлые участки. Ну, теперь его можно в какой-нибудь, например, скрин положить режим наложения. я пока просто и банально его там сдублирую, какой-нибудь переверну. там часть сотрем, часть оставим. давай, сейчас ты покажешь, как сделаешь, и тут прям несколько вопросов сразу паком пришло. Спрашивают про журнал Magic CG проводил конкурс, Ростислав перегнал всех, а почему на обложку не попал, как было обещано, ведь отрыв был адский. Ну, не знаю, я, честно говоря, не следил, но опять же, понимаете, какая штука, любой, дело даже не в отрыве. Самое главное помнить такую вещь, что любой конкурс, он всегда субъективен. Победа в любом конкурсе, на самом деле, она всегда зависит от личностных вкусов судей, вообще всегда, то есть, так было, когда, допустим, я занимался фотографией, это уже истинно, я давным-давно понял, так будет, ну, на самом деле, вечно. То есть, важно попасть в конкретные вкусы судей. Например, грубо говоря, если вы хотите участвовать в конкурсе от Blizzard, то вам нужно рисовать только в стилистике Близзов, только в их стилистике, другие работы у них просто не выиграют, я, по крайней мере, ни разу не выиграл, чтобы у них в каком-то из конкурсов выиграла работа нарисованной не в стилистике Близзов. Вам нужно рисовать гипертрофичную фэнтези, ну, гипертрофированную фэнтези. В противном случае, как бы, ну, может быть рисунок очень крутой, но шанса никакого первого места не будет. Вопрос еще. Ростислав, как правило, тени на фотографиях и текстурах не соответствуют цвету на рисунке. Корректируешь ли ты их? Если да, то как? Сейчас, можно еще раз чуть-чуть пропустить? Ну, да, тени на фотографиях не соответствуют освещению в рисунке. Вот, ну, то есть, не соответствуют цвету в рисунке. Как ты корректируешь тени на фотографиях, когда ты их используешь? Каким способом? В принципе, вот, ну, можно, в принципе, корректировать, зачастую хорошо помогает тот самый Match Color, который Марк показывал. Вот, а вообще можно крутить руками. Есть те же самые Color Balance, ну, там, стандартные, есть Hue Saturation, опять же, есть маски, то есть, через которые можно это все дело править. То есть, вообще прорисовываются, да, зачастую прорисовываются, наверное, руками даже. Ну, как бы, да, это такая часть работы, от которой особо никуда не денешься. Угу, понятненько. Дальше. Как ты качаешь скилл оригинальности? Такой очень философский вопрос. Расширяешь кругозор, читаешь книги, смотришь документальные фильмы и так далее. Это, на самом деле, да, это очень хороший вопрос, учитывая то, что мне не всегда кажется, что рисую что-то оригинальное. Вот, но вообще, как бы, да, я считаю, что в этом случае, ну, главное, обеспечивать себя максимально большим количеством, ну, наверное, референсов. А референсы могут быть где угодно, то есть, это действительно, это документальные фильмы, это исторические фильмы, это художественный фильм, это фантастика. То есть, да, на самом деле, референсы есть даже вот в повседневной жизни, то есть, просто достаточно выйти на улицу или спуститься в метро, и вот тебе куча референсов. Ты можешь стоять, ждать там, ну, не знаю, поезд в метро на площадке, когда он подойдет, просто представь, что это не поезд, не знаю, там, причаливающий космический корабль. Дорисуй ему там десятка-полтора других элементов, представь, что на платформе стоят, ну, там, не люди в футболках и в майках, там, да, вот, а, например, люди в викторианских костюмах. И добавь на стенку сзади, там, за этим поездом, на котором написано, там, не знаю, там, метро «Золотые ворота» в Киеве, добавь туда какой-нибудь, не знаю, оригинальной лепнины, там, из стимпанковой, там, ну, там, вселенной, короче, и вот эти уже получаются, нечто новое, основанное, на, казалось бы, обыкновенной сцене, которую ты увидел просто в метро. А скажи, пожалуйста, ну, здесь про матч колор вопрос уже был, а ты можешь рассказать про приемы, которые облегчают тебе работу? По-любому, ты какие-то свои фишечки выработал? Расскажи про них. На самом деле, как бы, ну, есть, как бы, техники, да, которыми я пользуюсь, но они, в принципе, в них нет ничего тайного или авторского, это все стандартные инструменты фотошопа, это просто все эти банальные Hue Saturation, там, то есть, ну, я вот еще, да, вот там, с недели, или когда там был стрим с марком, там, или две назад, вот, я до этого не знал вообще про матч колор, как бы, я все это накручивал, ну, все цвета я просто накручивал руками. То есть, на самом деле, фотошоп, это очень хорошая программа, которая, в которой одного и того же результата можно добиваться разными путями. Просто надо найти свой, и все, делать так, как тебе удобнее. То есть, каких-то секретных штук, да, их даже и нету, на самом деле, я не знаю, для чего бы здесь понадобятся вот секретные штуки. Кнопки сделать классно, ее вообще не существует нигде, в принципе. Так, да, Марк спрашивает, спроси, пожалуйста, что с 3D, будешь ли ты качать, если да, то какой программы, имеется в виду качать уровень? Ну, я понял, да. Ну, как бы, качать по возможности планирую, да, продолжать, шибко быстро это не получается, то есть, все-таки 3D-шником я себя, ну, не вижу. Ну, думаю, что, наверное, буду ковырять все так же дальше маю, как бы, потому что я там в ней уже хотя бы что-то знаю, там, как бы, в мае что-то знаю, да, почти в рифме получилось, вот, то есть, хотя бы потому, что я понимаю, там, ну, какие кнопки за что отвечают, и знаю общий принцип работы в ней, ну, что, допустим, если я сейчас открою Макс, то я потеряюсь, я вообще не буду там ничего понимать, как мне кажется. А так, это то же самое, что я сейчас использую, это будет, ну, Maya и будет ZBrush, вот, наверное, так. Майя и ZBrush. Дальше, CG Sister, Ростислав, у тебя не очень многоцветные работы, но они все равно выглядят хорошо, как цвета подбираешь, как определяешь, что попал в цвет? Там сразу надо сказать, что, такой вопрос про тебя в догонку, что ты говорила о том, что свалился в черный цвет, и потом долго с ним боролся. Да. Я вот спрашиваю, что помимо, как помимо техники рисования, менять эти мониторы, вообще спрашиваю, конечно, какой монитор у себя, но я думаю, что лучше вопрос задать, как ты боролся с тем, что в черноту, избавляться от этого. Я просто сидел и старался себя постоянно пинать, и типа, не сползай в черноту, не сползай в черноту.